всем привет сегодня начнем начнем шаблоны такая интересная тема довольно таки сложная хотя хотя им при определенном при определенных усилиях если разобраться в основах этих шаблонов не спеша вот не спеша самое главное вот потому что все таки многие считают это очень сложная темой поэтому если посидеть и разобраться в основах то в принципе не такая она уж и сложная да там нюансов хватает нюансов хватает там очень длиннющие ошибки компилятора когда что-то не так сделал очень длинно их сложно читать вот соответственно сложно читать сложно найти где же эта ошибка но это есть такое но шаблоны очень крутая и полезная вещь вот и начнем мы их рассматривать с такого то есть это такое начало сегодня мы сделаем просто простенькую шаблонную функцию вот после этого желательно чтобы вы сели почитали что такое шаблоны поигрались поэкспериментировали посоздавали свои шаблонные функции ну возможно пошли бы дальше вот да а потом со временем я бы добавил уже дальше лекции и возможно вам уже было бы более ясно тоже то что вы делали до этого вот ну начнем и начнем с простого к примеру и давайте начнем вспомним язык си здесь я его просто применю для чего просто для наглядности чтобы вы понимали как же примерно это работает и все только для наглядности ну к примеру в языке си давайте какую-нибудь функцию макс инт макс который возвращает максимальное значение инт а инт б к примеру да вот и чё у нас тут у нас тут ретурн если а больше б то возвращаем а иначе б вот вот такая вот функция это все хорошо но нам нужно для целочисленных значений дальше придет время нам нужно для вещественных значений соответственно понимаете что вещественное значение сюда уже не в ту лишь потому что 11 ну что будет больше 1 и 2 или 1 и 2 1 сложно сказать потому что это все приведется к инту и и и и и вернется вот это ну да ладно давайте вот так вот в результате будет возврат вот этого значения хотя по факту вот это значение больше соответственно проблема какая макс и здесь инт дальше нам надо создавать флот макс ф флот и т.д. и т.п. конечную же вы 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 можете сказать а ну да это в языке си в языке си плюс плюс с этим было бы проще потому что есть перегрузка функции и перегрузка это означает что мы можем одну функцию с такими же именами но с разными типами вот и количеством параметра вот вот так все но соответственно там нам надо еще для дабл к примеру для стрингов у стринговый тут вызывать свою функцию как будто сравнение и и т.д. и т.п. соответственно это вот делаем вот так вот пишем кучу функций вот их количество увеличивается не совсем удобно да как это в языке си ну к примеру почему си я думаю вы потом поймете почему я акцентирую на си можно было бы решить по-другому помощью макроса к примеру пишем вот так вот template макс ну как бы шаблон для макса и имя тут такое будет имя и тип тип и дальше пишем функцию int даже не никакой in type дальше type макс пишем вот так вот name дальше type а тайп б м чтобы удобно было на новой строчке пишем функция точно так же и вот здесь ретурн 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 получается все блин надо было не стирать а больше б м то возвращаем а иначе б вот вот так это макрос сишный макрос что он означает мы передаем два параметра точнее если быть точным два аргумента имя и тайп что такое define и вообще в языке си мы помним что идет просто подстановка вы сейчас увидите это это я просто напоминаю до подстановка что тут мы передаем имя и тип соответственно то что мы сюда передадим будет подставлено вот сюда что вот это это значит будет создана функция или перемена вот с таким именем потом две решетки это означает что сюда будет добавлено еще вот это то что мы передадим вот ну смотрите короче давайте лучше на примере ну и к примеру мне нужна функция для для int а то что я делаю я пишу template макс и указываю что мне нужно для int а вот вот таким образом есть так еще на подчеркивает а все нормально и теперь после обработки после работы при процессора у нас уже есть вот такая функция какая функция вот начинается нас макс пишем макс и и видите макс и и она у нас сгенерила то есть вместо этого шаблона ой вместо этого макроса что подставила взяла int int это name она знаешь создала функцию с именем макс добавила тут int вот она макс и нт дальше вместо типа подставила что вот это и вот здесь int int так так а вот здесь уже мы сравниваем два int int а если нам нужна такая же функция для флота то я пишу вот так флот и теперь у меня доступна эта же функция для флота макс видите макс флот вот это можно еще проверить я вам напомню запустим запустим перейдем в терминал или в консоль так где где же ты дфд вот они наши лекции генинг генинг тмп вот и запустить такую программу си пипи си там про процессор называют и передать ему в качестве аргумента на моем и мы увидим то что будет уже после обработки при процессора как мы видим было создано вместо вот этих вот записей при процессор подставил все вот эти значения не я в наш вот макрос и на выходе у нас вот получилось две функции int макс и int float макс флот и как вы видите типы типы нужные на так вот в чем же фишка в том что мы сами ручками когда нам нужно мы просто вот здесь пишем это гораздо быстрее потому что эти функции могут быть как бы поболее в объеме да вот но вот здесь уже некое такое обобщенное программирование то есть шаблоны в языке си плюс плюс это уже некое обобщенное программирование кстати блок по этой вводной части будет обязательно будет поэтому обязательно перейдите и прочитайте вот потому что там больше будет терминологии соответственно обобщенное программирование где у нас вот здесь не указано какой тип у а и б некий тип и некий некая перемена с каким-то типом сравнивается с переменной такого же типа вот это обобщенное программирование то есть пишутся какие-то алгоритмы которые не привязываются к типам то здесь он некий здесь не указан тип поняли да это хорошо это вводная часть и в этой вводной части мы сделаем простенькую функцию давайте переделаем вот это все с использованием языка си плюс плюс и шаблонов шаблонов очень шаблонный очень крутая штука так как там нету в привязки к типу я сказал это уже обобщенное программирование и есть еще ко всему прочему библиотека стандартная stl в которой очень много полезных алгоритмов которые работают просто вот как бы просто как бы вы пишете алгоритм я думаю понимаете да какой-то такой псевдо код можно даже назвать вот здесь ну да ладно давайте сделаем это на языке си плюс плюс языка си плюс плюс есть такая ключевое слово как template в темплейте в треугольных скобочках мы пишем type name и это мы говорим что есть какой-то тип тип вот дальше т макс т а т б и сделаем вот вот это так да вот так есть и теперь что же мы здесь видим здесь тоже есть некий тип некий тип он один и объекты этого типа сравниваются друг с другом вот давайте соберем теперь смотрите для чего нам нужны были макросы макросы мы знаем подставляются да вот нам нужен был флот мы написали темплейт указали что флот это мы ручками писали в этом же случае давайте опишем переменную а и равно 0 и инт б и равно 0 и вызовем функцию макс вот уже есть наши функции а и и б и так вот когда компилятор увидит что вызывается использовать шаблонная функция макс в которой аргументами переданы интовое значение то будет сгенерена функция по аналогии как мы видели вот здесь то есть вот вот такая будет сгенерена функция int ну тут без вот этого понятно будет ну или компилятор да не без этого перегрузки разрешены мы знаем поэтому все нормально будет сгенерена функция int макс в которой будут созданы вот такие вот параметры с такими типами все как только мы модифицируем свой коду и сделаем вот так вот флот флот теперь а в бф и и если мы где-то вызовем то когда компилятор увидит это увидит что другие типы есть то он сгенерит функцию с имени макс но уже с другими типами то есть понимаете вот на этом этапе уже будет сгенерены две функции вот из компилятор когда видит шаблонные функции ну есть еще шаблонные классы но об этом позже конечно же будет вот он просто генерит функции и подставляет сюда с эти типы не только сюда ведь мы можем объявить еще некий тип перемены никого типа вот здесь присвоить ей там а плюс бэк примеру вот так вот можем можем ну вы с этим сами поиграть так вот то есть это идет генерация вот поэтому я и приплел сюда сишные макросы то есть можно грубо говоря вот провести аналогию с макросами типа идет такая подстановка только вот здесь мы ручками писали здесь же происходит автоматически в чем еще плюс на если мы попробуем сделать вот так вот мы получим ошибку сборки 4 ругаешься емые макс а и б и так давайте еще раз не понял не может перегрузить а fbf так секундочку фух разобрался емые просто макс пересекается у нас еще где-то пространство имен есть std видите мы написали using std его надо убрать поэтому где-то у нас есть этот макс вот я написал комменты уже вот ладно так вот макс а и б и а fbf ну разные типы давай попробуем подставить разные типы сделаем вот так вот попробуем собрать произойдет ошибка почему а потому что вот здесь пишет нету функции где первым типом int второй flow конвертировать она не будет это сделано специально для того чтобы программисты избежали избегали вот этих вот ошибок то им помогал вот ну давайте попробуем вот так вот так вот сделать мне давайте вот так один получим то же самое здесь четко указано что это int а тут флот извините но такой функции нет давайте попробовал так он здесь тоже ошибка здесь четко указано что это литерал дабл они флот то же самое ошибка теперь флот поставим f добавим и все у нас отлично как вы видите ошибиться довольно таки трудно но мы можем сделать вот так type name 1 t и t1 вот это один тип это другой ну с этим короче давайте это домашнее задание поиграетесь почитаете то есть это вводная вам нужно почитать посмотреть видео еще раз почитать потому что тема сложна и сложна на в том что не нужно спешить если не спешить внимательно почитать посмотреть там попробовать и делать это постепенно не бежать сразу в классы и описывать шаблонные классы и шаблонные там функции а вот на таком этапе поописывать тут t1 t2 t3 тут поописывать и поиграться если вы играться не будете то вы вам будет сложно понять это все вот теперь смотрите это первый способ ну как вы помните да мы писали std вектор там вектор вектор и в треугольных скобках указывали что тогда какой тип потому что вектор работает с любым типом так вот это один способ вызова функции и здесь если мы вдруг передадим неправильный тип то будет проблема будет вавка а вот я теперь смотрите ну нам к примеру нужно передавать неправильный тип но не тот тип но мы можем указать к чему конвертировать смотрите макс треугольник скобках указываем нам нужен результат в int или давайте double и передаем так std убрал убрал да и передаем и передаем а и и аф и попробуем собрать здесь как вы видите ошибки не будет будет сгенерена функция где будет подставлено место t double это мы уже знаем и вот эти все типы они разные здесь int здесь флот будут приведены к double почему здесь компилятор не ругается да только потому что здесь программист явно здесь ему сложно сделать ошибку он явно указывает что вот это вот добро все надо привести к double вот здесь же не явно можно случайно передать не тот тип соответственно компилятор предупреждает но вот здесь же мы явно указан добыл поэтому все до свидания тоже самое можно делать для чар и т.д. и т.п. тут будет сгенерена функция с типами какими чар ну так как это вводная поэтому я думаю буду заканчивать и чтобы закончить давайте сделаем еще вот так с тест структуру напишем и и и и и с тест с а с тест с б это тоже будет такой домашний можно сказать задание и давайте передадим с а с б попробуем собрать мы получили что получили ошибку ошибку какую ну как вы видите вот здесь уже показывается где-то вот здесь ошибка но по факту было бы хорошо если компилятор показал бы вот здесь но какую ошибку это обобщенное программировать и она попыталась генерить функцию макс для вот этого типа но в этом типе не нашло оператора сравнения соответственно попробуйте добавить сюда оператор сравнение больше и у вас все будет собираться без ошибок вот видите тут ему все равно с каким типом работать самое главное чтобы все вот эти операции и выражение они и какие-то операторы были перегружены для определенных типов вот к примеру для этого типа с тест вот ну еще одно на данный момент силу особенностей языка пока это проблему еще не решили все вот эти шаблоны если они используются в разных файлах в разных единицах трансляции они должны быть описаны в h файлах потому что вспоминаем аналогии с макросами это грубо говоря идет подстановка здесь компилятор нужно знать алгоритмы что мы делаем с какими объектами поэтому это все должно быть видно должно лежать в h файлах то же самое если мы посмотрим попытаемся посмотреть по реализации всяких стояльных функций как мы видим реализации это сложная их тут сложно понять но они все в h файлах вот это вектор надо смотреть ладно не буду тратить время ваше и свое вот поэтому это вводная поэтому пробуйте читать обязательно блоге почитайте либо же если не хотите по каким-то политическим причинам читать блог то почитайте о шаблонах где-то в другом месте то есть это вводная а дальше мы будем постепенно усложнять переходить к другим функциям специализированным там потом классом и т.д. и т.п. вот поэтому все на вводной все поэтому всем спасибо за внимание всем пока